Мы продолжаем программу. Урожай собран. Иркутская область подводит итоги весенне-летней кампании 2010. Лучшие сельхозобразцы стали экспонатами выставки, открывшейся в рамках агропромышленной недели в Иркутске. Очевидно, достижения есть, но каков их масштаб? Ответ на этот и другие вопросы спросим у гостя в студии. Сегодня это Александр Кириленко, министр сельского хозяйства Иркутской области. Здравствуйте, Александр Степанович. Мы очень рады видеть вас в нашей студии. Здравствуйте. Если разрешите, сразу первый вопрос. По каким направлениям в сельском хозяйстве наша область сейчас выглядит достаточно неплохо, а какие направления еще нужно подтянуть? Ну вот я должен сказать, что по яйцу и картофелю мы обеспечили себя полностью и даже успешно продаем эти виды продукции далеко за пределами нашего региона, вплоть до Владивостока. Есть наша продукция и в Москве. Подтягиваем мы производство молока. И самая тяжелая позиция – это мясо. По нему обеспеченность порядка 60%. 40% продукции мы завозим, к сожалению, пока еще из-за пределов области. Вот то, что касается, допустим, мяса, мясного животноводства. Мы речь ведем только непосредственно о самом производстве мяса или о его дальнейшей переработке? Мы речь ведем в комплексе. У нас будет таких несколько серьезных направлений. К примеру, мясное скотоводство. Это крупный рогатый скот мясного направления. Мы все-таки поработали с хозяйствами Устердинского округа. Там исконно жители окружных районов всегда считались скотоводами. И мы, понимая это, на сегодня сделали несколько проектов в Осинском, Байндаевском, Валарском районе по развитию именно мясного скотоводства. Я думаю, что в недалеком будущем у нас точно так же, как в Монголии, будут ходить тучные стада мясного скота. Вот в связи с тем, что если мы сейчас делаем упор на то, чтобы развивалось местное сельское хозяйство, наверное, должен появиться некий оптимизм у жителей области и у иркутян по поводу цен. Ну, это вопрос очень сложный. Мы с ним ежедневно работаем. И вот то, что на сегодня очень большой крен сделан на выездную торговлю, на ярмарки выходного дня, на выставочную сторону торговли, на государственный и муниципальный заказ. Это все как раз те составляющие понижения цен для тех, кто покупает продукцию. Но и в то же время вот эти вот мероприятия, они как бы увеличивают, что ли, доход местных товаропроизводителей. Ну, не секрет, что 30% от цены забирает посредник. Ну, если мы решаем проблему посредника, то автоматически решается вопрос снижения цены. Если речь идет о поддержке местных сельхозпроизводителей, в том числе и ярмарки выходного дня, они имеют двоякую функцию. С одной стороны, население имеет возможность купить подешевле, с другой стороны, идет поддержка сельхозпроизводителей. То вот в перспективе, как планируется поддерживать сельхозпроизводителей? То есть, все-таки просто как бы дотациями или целевым направлением? Бюджет следующего года, ну, в корне. Система поддержки будет изменена. Мы с губернатором обозначили, что деньги должны не просто так вот всем раздаваться по каким-то механизмам. Они будут даваться только тем, кто обеспечит дополнительные рабочие места, значит, дополнительное поступление в бюджет и дополнительное продовольствие. То есть, будет индивидуальный подход под конкретные проекты. А сейчас у нас уже такие проекты есть? Безусловно. А в каком количестве можно сказать, что этих проектов достаточно много? Они будут конкурировать между собой или пока это единичное, и у нас еще стоит перспектива увеличить их количество? Ну, пока мы количественно их не ограничиваем, но я вот могу сказать, да, на сегодня по одному только Осинскому району, у Сердинского округа подготовлено 32 проекта. То есть, много-то или мало, покажет история, да, но у каждого у них своя изюминка. Кто-то будет заниматься табунным коневодством, кто-то будет заниматься овцеводством, кто-то будет заниматься мясным скотоводством, а кто-то будет выращивать рапс. Это бизнес, а в бизнесе, чем больше видов продукции, да, чем больше предложений, тем, ну, живее предприятие будет, больше доходов иметь будет. Конечно, сейчас надо пережить зиму, но есть такая пословица, которая вообще к сельскому хозяйству имеет, по-моему, прямое отношение, да, готовь телегу зимой. Вот сейчас мы как готовимся к следующей кампании, весенне-летней? У нас, человек, говорят, осенний день год кормит, да. Поэтому мы, в принципе, напахали зяби и подняли паров достаточно для того, чтобы весной следующего года посеять зерновых больше, чем в этом году. Значит, ну и запасли семян 100% от потребности. То есть, мы, в принципе, к посевной следующего года на сегодня уже готовы. И еще такой вопрос. Вот сейчас во многих отраслях разрабатываются перспективные программы на 2011-2015 годы. Вот в сельском хозяйстве Иркутской области есть ли такая программа? И если есть, то какие ее основные приоритеты? В сельском хозяйстве мы сейчас делаем 16 ведомственных программ. Из них 13 отраслевых и 3 межотраслевых. 3 межотраслевых – это кадры сельскохозяйственной кооперации и сельский туризм. Ну, а 13 отраслевых – по названию видов продукции. Появилось это выражение «сельский туризм». О чем речь? Это интересное перспективное направление, которое даст, я уверен просто, солидные доходы нашим крестьянам. Это связано и с конными маршрутами, и с национальными традициями, и с рыбной ловлей, и с охотой. Ну, то есть много направлений, которые предполагают применение этого термина «сельский туризм», которые, конечно же, не скажутся отрицательно на основное производство. Если резюмировать, то сейчас в сельском хозяйстве Иркутской области на какие направления делается основная ставка? Ну, безусловно, основное направление – это животноводство. Животноводство, в свою очередь, подтягивает зерновое хозяйство, потому что там именно производится основной вид корма зернофураж. Безусловно, без продовольственного зерна мы не решим продовольственную проблему, значит, это зерно на продовольственной цели. Значит, ну и, пожалуй, что и все остальные виды продукции им тоже нельзя, значит, как бы меньше внимания уделять, чем то, что я назвал основными. Спасибо большое, Александр Степанович, что вы сегодня пришли к нам в студию. Мы желаем вам хорошей погоды, круглый год и успехов в работе. Спасибо вам.